Какой же праздничный стол без оливье? Салат оливье традиционное блюдо, которое радует всех своим вкусом. Приветствую вас, друзья, на канале Kindras Life. Готовим салат оливье по классическому рецепту. Принято считать, что салат оливье это традиционный салат на Новый год. Его придумал французский повар по фамилии Оливье. А звали его Люсьен. Так вот, чтобы приготовить вкуснейший салат, я вам скажу, что не надо ждать Нового года. Салат оливье можно готовить круглый год. Но это так, по секрету. Салат оливье очень популярен в странах СНГ. И для его приготовления используются самые простые ингредиенты, самые простые продукты. Так вот, нам понадобятся, во-первых, овощи. Из овощей будем использовать картофель и морковку. Это основа. Также нам понадобится лук, огурцы. Какие брать огурцы, тут каждый решает сам. В моем случае я буду использовать и кислые огурцы консервированные, и свежий огурец. Также я буду использовать яйца и вареную колбасу. А еще нам понадобится зеленый горошин, тоже консервированный. Салат будем заправлять майонезом. Какой брать майонез, решайте сами. Выбирайте по своему вкусу. Для начала отварим картофель и морковь до готовности. Пошли валить. Картошечку с морковкой мы определили вариться. А еще поставим вариться в крутую куриные яйца. Пока часть ингредиентов варится, чтобы не терять время, нарежем колбаску, лук и огурчики. Колбаску для оливье берем вареную. В идеале подходит либо молочная, либо докторская, либо ветчина. В моем случае вот такая вот вареная колбаска типа молочной. Все ингредиенты на салат оливье нарезаются маленькими кубиками. От этого салат получается очень вкусный. Колбаску мы нарезали, отправляем ее в посудину. Далее берем небольшую луковицу средних размеров, чистим ее и нарезаем тоже кубиками. Теперь настала очередь огурцов. У меня есть баночка консервированных огурчиков. Они очень вкусные. И для нашего салата я буду использовать как консервированные огурцы, так и свежие. Огурчики аппетитные. Не удержусь, попробую один. Мммм. Жду вашей лайки. Консервированные огурцы мы нарезали. И лишнюю лаву мы из них слегка отожмем, чтобы она не попала в салат. Отставляем в сторонку. И теперь настала очередь за свежим зеленым огурцом. Я всегда предпочитаю кожуру с него почистить. Так огурчик будет нежнее и даст свой аромат свежести. Огурчики нарезали. И теперь очередь за картошечкой и морковкой. Тоже будем нарезать их кубиками. А у меня один есть маленький лайфхак. Как выбирать горошек. Когда вы покупаете консервированный горошек, посмотрите обязательно на дно. Если дно слегка или сильно мутное, значит горошек будет мягкий, вкусный. Если же вот этой мути такой нету, значит горошек был сухой и его закрыли, консервировали сухим. Горошек будет в таком случае твердый. Для салата он не очень годится. Отваренные картошку, морковку и яйца мы почистили. И тоже нарезаем их кубиками. Приготовление салата оливье близится к финальной стадии. И надо не забыть про горошек. Ингредиенты хорошо перемешиваем и заправляем наш салат майонезом. Салат оливье готов. Кто хочет соль и перец, добавляет по вкусу. А я для красивой подачи возьму вот такую вот формочку и выложу его на тарелочку. Поднимаем. Салат оливье не требует рекламы. Я думаю, что каждый из вас хотя бы раз в жизни пробовал этот салат. Я могу салат оливье есть круглый год, в любое время дня и ночи. Это мой любимый салат. Пробуем поскорее эту вкуснятину. Пробуем. Изумительно. Салат оливье получился очень вкусный. Советую вам попробовать приготовить по классическому рецепту этот салат. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим рецептом с друзьями. Готовьте сами. А я для вас буду снимать еще больше вкусных и интересных видео. Так, выключайте поскорее камеру, давайте в небольшую ложку. Салат оливье это очень вкусно. Обожаю. Ипя.